Катюша Следует, что при дальности стрельбы 3000 метров отклонение по дальности составляло 257 метров, а боковое — 51 метр. Для меньших расстояний отклонение вообще не приводилось, так как рассеивание снарядов не поддавалось расчету. Однако реальная боевая практика оказалась богаче теоретических рассуждений. Победоносная Сталинградская битва внесла огромный вклад в достижение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Инициативу в ведении боевых действий прочно захватила советская армия. Несмотря на поражения и огромные потери, гитлеровское командование лихорадочно готовилось к новому наступлению. Стремясь к реваншу, оно решило в июле 1943 года провести стратегическую операцию с целью уничтожения советских войск, оборонявшихся на Курской дуге. В ночь на 7 июля 1943 года боевые группы 19-й танковой дивизии «Вермахта», с трудом преодолев рубеж 81-й гвардейской стрелковой дивизии Красной армии, вышли на Прохоровское направление. Захват района Старый город, ближняя игуменка Беловское, имел ключевое значение для дальнейшего продвижения ударной группировки группы армий «Юг». Поэтому штурм наших укреплений на этом участке шел практически круглосуточно. Хотя и с огромным трудом, медленно, но враг продвигался вперед. В немецких документах того времени рубеж 81-й гвардейской стрелковой дивизии именовался не иначе, как «невиданной системой укрепления». Вдобавок ко всему, русские устроили завалы, заминировали и залили горючим все овраги и балки. И когда наши танки пытались проскочить, они подрывались, горели, тонули, и их расстреливала русская тяжелая артиллерия. Действительно, гитлеровцы впервые столкнулись с такой совершенной обороной и грамотным управлением войск. И расстреливали их танки не только тяжелая артиллерия Красной Армии, но и гвардейские минометы, легендарные «катюши». Из воспоминаний командующего стрелковым соединением генерал-майора Ивана Константиновича Морозова. 20 немецких танков, 10 САУ и до полутора полков пехоты шли с юга на Михайловку. Немецкий танковый корпус, 60 танков и самоходок до двух пехотных полков немцев наступали через колхоз «День урожая» на Крейду. Огнеметные танки, а за ними и пехота, уже прорвались к разъезду и продвигались к наблюдательному пункту командира дивизии. Но возле железнодорожного полотна их давно и терпеливо поджидали два глубоко врытых в землю дивизиона «Катюш» с термитными снарядами. Несколько восточнее них стоял на прямой наводке наш прославленный истребительно-противотанковый дивизион храбрейшего пушкаря-капитана Георгия Сушицкого, которого гвардейцы прозвали «Ястребом» за стремительность и энергичность. Танки, выбрасывая черный дым и огонь, ползли к железнодорожной насыпи. Вот группа прошла низину перед железной дорогой, и танки стали выползать наверх. В этот момент раздался залп нашей истребительной артиллерии и гвардейских минометов. Все смешалось, рвалось, горело. Снаряды «Катюш» разбивались о броню танков, разбрасывали огонь. В пламени гибли машины и гитлеровцы. Самоходные орудия наскакивали на танки, доставалось и своей пехоте. В контратаку поднялись батальоны. Пехота штыками довершила дело артиллеристов. На крейдовском направлении внезапно наступила тишина. Проблему невозможности вести огонь прямой наводкой советские минометчики научились решать еще в начале войны. Для этого передние колеса автомобиля просто загоняли в специальную траншею. Практика использования прямой наводки реактивного миномета М-13 казалась бы неординарной, но, как показала, довольно эффективной. Несмотря на то, что боевая часть была в подавляющем большинстве осколочно-фугасной, а не бронебойной, при попадании осколков в моторную часть или бензобаке возникал пожар, перебивались гусеницы, заклинивали башни. Взрыв же 5-килограммового заряда, даже произошедшего за броней, выводил из строя экипаж из-за сильной контузии. А уж использование в подобной обстановке термитных снарядов давало совершенно другой эффект. Мы привели лишь один пример использования легендарных «Катюш» в борьбе против танков противника, и он не является единственным. Сейчас уже не установить, кто первым применил эти боевые машины для борьбы с немецкими танками. Слишком уж часто, особенно в начальный период войны, обстановка заставляла принимать подобные отчаянные решения. Так, 7 октября 1941 года первая экспериментальная батарея капитана Флёрова пыталась последним залпом прямой наводкой пробить дорогу из окружения, хотя сами установки для такого способа стрельбы не предназначались из-за большого угла возвышения направляющих. Только в дальнейшем жизнь распорядилась по-другому. Более того, помимо использования «Катюш» для стрельбы прямой наводкой, отдельные расчёты гвардейских миномётов отрабатывали, а затем и применяли способы стрельбы из «Катюш» с рикошетом снаряда. При определённом угле встречи ракеты с землёй её подбрасывало вверх на 8-12 метров, и если на этой высоте срабатывал детонатор, то площадь поражения осколками значительно увеличивалась. Хотя все эти приёмы ведения стрельбы являлись, можно так сказать, чистой воды самодеятельностью, тем не менее, благодаря солдатской смекалке и изобретательности, они очень часто выручали в трудную минуту. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok